День защиты детей Следующего кафедрой психологии и социологии Управления Алтайского филиала РАНХИКС Ян Меженин Ян Эдуардович, здравствуйте Здравствуйте Для начала, пожалуйста, расскажите про вашу теорию песочницы И почему те дети, которые ее пройдут Могут как-то по-другому жить во взрослой жизни Ну, теория песочницы громко сказана, конечно Вот, если коротко Мы говорили о том, что Дети, раньше Играя в песочницы Получали опыт взаимодействия Решая какие-то конфликтные ситуации Чей совочек, чье ведерочко Вот, кто Кому должен наступить и когда это сделать Вот, сейчас Так как двор потихонечку пустеет И связано это с объективными Различными ситуациями Ну, вот Спортплощадки, да, не очень Доступны, там, стадионы Детям, в принципе, все меньше И меньше таких условий проводить Вместе время Сейчас мы видим, что в торговых центрах Есть группа подростков Таких небольших, которые собираются Вокруг телефона какого-то И занимаются вот тем, что Три-четыре часа пьют газировку И смотрят в экран смартфона Вот, и вот этого опыта общения Реального опыта преодоления Каких-то противоречивых ситуаций У них просто меньше И в связи с этим Получаются те конфликты, которые возникают Дальше, в возрослой жизни Они просто потенциально Могут решаться более остро Потому что конструктивно Если с совочками и песочницей Получается решать То более сложные конфликты Тоже получается решать Есть этот опыт конструктивного Решения конфликтов А если этого опыта нет То каждый раз это стресс Это непонятно, что делать Как бежать, куда бежать И есть образцы поведения Которые транслируются В том числе через фильмы Игры компьютерные и так далее Как вести себя в конфликте И этот, не лучшие образцы И подражая, в общем-то Таким образцам Получается, что Очень часто конфликты Могут решаться В том числе деструктивно Более эмоционально Ну и остро В том плане, что Кто-то кого-то бьет То есть это дети более агрессивные Либо они не умеют Управлять своими эмоциями Дети не думают, что стали агрессивными Вообще в науке Есть взгляд на агрессию Это такая очень важная тема И много людей занимаются ей Но агрессия Вот если условно разделить Она может быть конструктивной По большому счету Это то, что нас оберегает То есть когда мы сталкиваемся С опасностью Не агрессивный человек Не сможет с нее выйти То есть Ну иногда вот это такая Переход агрессии в спорт Да, спортивная злость Вот Это доброкачественная агрессия И она, собственно, нам помогает Вот Есть агрессия деструктивная Она приводит к тому Чтобы человек, например Самореализовывался Через унижение, например, другого То есть сравнивая себя С другим человеком Он видит, что Если тот второй Будет ниже статусом Хуже, чем я Значит, я на его фоне Буду выглядеть лучше И зачастую это тоже Может быть мотивом Ну вот таких вот Агрессивных действий В деструктивном характере И в таких ситуациях Обращаются к вам Как к медиатору Вы в этой роли выступаете Вот расскажите Что это за случай Ну По поводу медиации Тогда два слова скажу То есть Медиация Это такая технология Метод урегулирования конфликтов Таким образом Чтобы через переговоры Стороны могли достичь Своих интересов Здесь есть несколько Таких моментов Не всегда люди осознают До конца свои интересы И не всегда могут Понять друг друга Медиатор помогает Это такой, знаете Симбиоз Что-то среднее Между Ну Отчасти психолога Отчасти, может быть Коуча Отчасти Переводчика Ну Это очень-очень Приблизительно Так все Вот Что делает медиатор Он организует Дискуссию Конструктивно То есть По сути Это переговорщик Который знает Все правила Переговоров И умеет Управлять Этими переговорами Когда надо Включить эмоции Иногда это В конфликте важно Потому что Если люди Не покричат Друг на друга Ну Не всегда будет Понятно Вообще В чем конфликт И дети Участвуют В переговорах И дети И дети Участвуют В переговорах И у нас В России Есть опыт Когда Ну С третьего класса В общем-то Уже Люди Вот Маленькие Но В общем-то Удаленькие Участвуют В конфликтах И Затем Вот По программам Где медиатор Сидел В школах Там были Такие В том числе По президентским Грантам Исполнялись Такие программы Ну вот Один случай Могу вам Рассказать Да Два Ребенка Значит Не поделили Самолетик Который Один сделал Вот Один порвал его Второй Его за это побил И На счастье Педагогов Был медиатор Дежурный Вот И их отвели Значит Этих товарищей Выяснять Оказалось Да Что Тот Кто порвал самолетик Почему его порвал Он хотел Он просился поиграть Его не взяли Потому что Самолетиков Было конечное количество Вот И Далее Значит Он попытался вмешаться Все-таки В эту игру Ну и Значит Так случилось Что самолетик Порвал И вот эти дети Значит С помощью медиатора Ищут способы Что можно сделать В этой ситуации Ну Есть Такой Жертва Да Вот Как роль Тот Кто Пострадавший В этой ситуации И есть Обидчик Который Собственно Нанес Ущерб Какой-то И дети Начинают С друг С другом Разговаривать Понятно Это эмоции И вот задача Медиатора Сделать так Чтобы они Конструктивно Рационально Это все Обсудили И Медиатор Не дает Никаких советов Его задача Сделать так Чтобы люди Сами решили Свою ситуацию Так как Они хотят Так как Им будет выгодно И Они вышли На решение Ситуации То есть Когда Было решено Сделать Несколько Самолетиков Пострадавшая Сторона Первая Выбирает Себе Тот Кто А делают Они вместе А тот Кто Обидчик Он помогает Делать Эти самолетики Выбирает Уже Во вторую Очередь И Вместе Дети И И Здесь Роль Медиатора Была Какая Что Человек Ребенок Понимал А как Можно Эту ситуацию Преодолеть Что Сейчас Можно Сделать Медиаторы Задают Такие Вопросы А что Вы Можете Сделать В этой Ситуации Ну Не знаю Вот Это Был Лучший Самолетик А что Такой Лучший Это Лучший Это Тот Который Я Видел За свою Жизнь Ну Условно Говоря Да Я Сейчас Фантазирую Ну Вот Примерно Учителя Не Всегда В общем-то Могут Ну Кто-то В силу Молодости Неопытности По разным Причинам Не Всегда Они Могут Оценить Ситуацию Комплексно И Не Всегда У них Просто Есть Время Чтобы Решить Какую-то Проблему То Ну Чтобы Решить Конфликт Вот Так С двумя Сторонами Ну Это Часа Три Надо Сколько Учеников В классе И Сколько Учителей И Сколько У них Конфликтов Ежедневно Возникает Между Собой И Тогда Учитель Начинает Управлять Группой И Вот Управление Группой Оно Может Быть Таким Что Учитель Предлагает Например Козла Отпущения Жертву Ну Вот Кто-то Не Вовремя Сдал Работу Соответственно Весь Класс Должен Страдать Ну Наказывается Весь Класс Потому Что Кто-то Один Чего-то Не Сделал Вот Таким Образом Учитель Показывает Что Вот Из-за Значит Вани Иванова Вот Страдают Все Соответственно Как Будут Относиться Тогда К этому Ване Остальные Ученики Вот И Там Один Два Раза Хватает Для того Чтобы Противостояние Начиналось Вот Дети Похожести Друг На друга Ну Там Кто-то Богаче Кто-то Бедней Вот Почему-то Люди Которые Богаче Ну Это Надо Еще Поразбираться Все-таки Где Они Это Берут Установку Но Тем Не Менее Думают Что Бедные Всегда Виноваты В том Что Они Бедные Да И Поэтому Они Какие-то Плохие Они Какие-то Не Такие Они Хуже Чем Я Ну Раз Они Хуже Такой Вот Зачатки Травли И Какие Вы Тогда Рекомендации Можете Дать Учителям Родителям Если Вот Совсем Совсем Какие-то Такие Общие Рекомендации Во-первых Если Учитель Увидел Ситуацию При которой Группа Обычно Это Небольшая Группа Не Весь Класс Начинает Какую-то Травлю Об Это Надо Сказать И Сказать Об Это Что Это Недопустимо Здесь Видите Важно Понимать Роли Роли Какие Ну Есть Тот Кого Травят Есть Небольшая Группа Тех Кто Травит Остальные Это Пассивные Наблюдатели Ну Меня Не трогают Я Не Вмешиваюсь И Вот В основном Большинство Обычно Такое И Дело Это В чем Что С Пассивного Согласия Большинства В классе Происходит То Что Происходит Вот То есть Не Вмешиваясь В эту Ситуацию Они Как бы Дают Добро Преследователям Догонять Жертву Вот И когда Весь Класс Понимает Что В нашей В нашем Классе Вот это Неприемлемо То Ситуацию Травлю Удается Как-то Вот Сдержать То есть Родителям Нужно Взращивать В детях Зерна Справедливости Тяги В эту Сторону Да Но Вот Когда Работаем Со Школьными Конфликтами Не Только Я Опираюсь На Профессионалов Вот Которые Говорят Что С родителями Ты еще Сложнее Чем С детьми То есть Берется Класс Ну Вот Собрание Родительское Приходят Родители Приходит Классный Руководитель И вот Приглашенный Медиатор И Например Да Такая Ситуация Значит Учитель Задает вопрос А что вы Хотите Ну Вообще Как И Родители Начинают Чтобы Там Доброво Было Чтобы Все Друг Друга Любили Все Все Хорошо Нормально Вот Тогда Задает Вопрос Провокационный Да А что Делать Ребенку Если Допустим Его толкнули И вот Здесь Вот мнения Родителей Кардинально Могут Отличаться Ну Там Спросить Вдруг Это Случайно Не Отвечать Игнорировать Дать Сдачи Вот И Представьте Что Одному Ребенку Родители Говорят Сдачи Давай А второму Говорят Не Отвечай Вот И Все И Уже Возникает Ситуация Где Нет Одинакового Понимания И поэтому Для того Чтобы Решать Школьные Вот эти Конфликты Необходимо Участие Школы Администрации Директора Там Тоже Очень много Вопросов Которые Стоит Обсудить Которые Школа Не всегда Видит Родители Показывают С родителями И С учениками То есть С учениками Это Не Единственный Такой Такая Ситуация В которой Надо Работать Это Комплексно Всегда Вот И Родители Зачастую Тоже Видят Вот Они Когда Обсуждают Эту Ситуацию Они Видят Действительно Как По-разному Это Воспринимается Вот И Каждый Из Них Вносит Свою Лепту Ну И Сейчас Эта тема Все больше И больше Поднимается Да Так Время От Времени У нас В средствах Массовой Информации Появляется Сообщение О том Что В родительских Чатах Кто-то Что-то Там Поругался Вот И Дошло До рукоприкладства Вот Были Ситуации Когда До убийства Доходило Вот И Фактически Получается Что Управление Конфликтами В группе Это Всегда Сложнее И Между Родителями Тоже Нужно Договориться И Если Каждый Родитель Говорит Так Ваня Значит Если Тебя Бьют Вот Надо Действовать Вот Так То И Каждый Родитель Своему Ребенку Дают Установку В классе Появляется Предсказуемость Они Понимают Что ждать Друг от Друга Почему Человек Реагирует Так А не Иначе И Когда Они Понимают Причины Поведения Своего Жа Своих Одногруппников Одноклассников Вот Ребятам Становится Легче Вообще Одно из Самых Таких Главных Правил Профилактики Конфликта Это Как раз Создание Правил С которыми Будут согласны Все Пожалуй На этой Позитивной Ноте Мы и Закончим Спасибо Большое За беседу А тема Нашего разговора Были Детские Конфликты И что Делать Чтобы Они Не стали Проблемой Взрослых До встречи В эфире Продолжение следует